Борются за медали и хоккеисты Байкал Энергии ЦРС. Прямо сейчас столица Прибайкалья принимает финал первенства России по бенде среди юношей 18 и 19 лет. В решающих матчах нашим спортсменам предстоит сразиться с сильнейшими соперниками со всей страны. Как прошла первая игра и кто поддерживает ребят с трибун, расскажет Дарья Эйвазова. Байкал Энергия, вперед! Это группа болельщиков, одноклассники иркутского хоккеиста Егора Золотарева. Юноша играет на позиции вратаря в Байкал Энергии ЦРС. И сегодня он защищает ворота команды в финале первенства России по хоккею с мячом среди юношей 18 и 19 лет. Поэтому сейчас поддержка близких особенно важна. С 10 класса мы учимся вместе и всегда знали, что Егорыч играет в хоккей. Мы вот вживую в первый раз пришли, а так эфиры смотрим, как играют. Первыми соперниками белосиних стали хоккеисты Енисея. Противник сильный, как, впрочем, и все другие команды-финалисты. Они приехали со всей страны в Иркутск. Достойно принять участников турнира помогла компания «Энплюс». Она давно уделяет особое внимание развитию и популяризации бенди в регионе. А эти старты очень важны и для города, и для молодых хоккеистов. Иркутские юниоры успешно выступают на турнирах по всей России. Недавно взяли золото «Спартакиады». И теперь ребята борются за медали на родном льду. Мы заслужили, наверное, это право. Мишенка на торте. Хотелось бы, чтобы была эта победа, медали нашей любимой иркутской команды. А для достижения высоких спортивных результатов в Иркутске создают все условия. Так, при поддержке «Энплюс» открываются хоккейные секции и работают подшефные корты, где тренеры могут присмотреться к ребятам и выбрать наиболее перспективных. Система подготовки в молодежной команде выстроена так, чтобы ребята могли дальше себя реализовать в главном профессиональном клубе города – Байкал Энергии. Генеральным спонсором которого уже 19 лет также выступает «Энергохолдинг». Это важная часть социальной политики компании, приоритеты которой обозначил еще ее основатель Олег Дерипаска. И сегодня в Иркутске русский хоккей развивают при активном сотрудничестве с местными властями. Это больше, чем вид спорта. То есть мы популяризируем его на кортах по месту жительства. У нас несколько отделений в спортивных школах на территории города Иркутска. Ну и, собственно говоря, у нас есть профессиональная команда. То есть вся линейка по хоккею с мячом у нас есть. И мы делаем все для того, чтобы этот вид спорта максимально набирал своих участников и своих спортсменов. А то, что поклонников у Бенди в Иркутске много, еще раз доказал финал первенства России среди юношей. И хоть соперникам из Красноярска юниоры Байкал Энергии уступили, наши ребята и их болельщики решительно настроены вести борьбу за медали. Впереди еще пять игр, которые и решат исход турнира. Тарья Эйвазова, Виктор Черкашин. Новость по будням.